В рамках этой лекции мы поговорим о работе над черновиком. Вторая часть нашей лекции будет посвящена конструкции предложений и коррекции текста. Говоря о черновике, важно отметить, что это уже не сбор материала, а так называемое тело вашей работы. Поэтому нужно организовать всю информацию в таком порядке, в каком он должен предстать в чистовом варианте. Приступая к разделу, старайтесь аккуратно излагать свои мысли, последовательно их развивайте и приходите к ясным и четким выводам. Необходимо помнить, что главными в работе являются ваши рассуждения. Весь остальной материал, прочитанный, собранный, зафиксированный, играет второстепенную роль. Поэтому соединение результатов чужих исследований, мыслей и идей без самостоятельной обработки источников, которая определяется как компиляция, недопустимо в любой исследовательской работе. Другой крайностью может быть увлечение своими размышлениями без апелляции к библиографии. Работая с черновиком, старайтесь зафиксировать пришедшую мысль сразу и полностью. Более точная формулировка будет подобрана в окончательном варианте. Конечно, редактирование текста особенно удобно при работе на компьютере, но об этом мы поговорим чуть позднее. Лучше работать с законченным разделом текста отдельно, так как каждый пункт плана требует особого подхода. Начните набрасывать раздел с новой страницы. Затем проверьте ссылки, уточните абзацы, поработайте с композицией раздела. Не обязательно начинать с первого пункта. Может быть, вам удобнее будет сначала написать, к примеру, раздел 2, пункт 3, в том случае, если у вас будет достаточно наработок именно в этой части работы. Отсюда и начинайте, как будто предшествующие разделы уже написаны. Предварительный план поможет вам не сбиться с пути и добраться до конца. Важно не впадать в крайности, считая, что черновик абсолютно правильный и не требующий доработок, или наоборот расценивая его как совершенно негодный. Набросав полностью черновик какого-либо раздела, перечитайте написанное, выполните необходимое исправление и отложите его в сторону. Займитесь пока следующим разделом. Через какое-то время вновь вернитесь к отложенному, взгляните на него свежим глазом, поправьте еще раз, после чего снова отложите на определенное время. Поступайте так с этим текстом до тех пор, пока не убедитесь в том, что раздел в основном готов. Правда, и этот вариант может быть не вполне готовым. При следующем свежем рассмотрении, возможно, что-то снова придется корректировать и добавлять. Благодаря современным технологиям вопрос коррекции текста сегодня значительно упрощен. Удобнее всего с самого начала ввести работу и корректировать текст в электронном виде. Однако, вычитывать окончательный вариант работы лучше в печатном виде. Тогда в глаза бросаются некоторые ошибки, на которые прежде вы не обращали внимания. Поэтому не поленитесь распечатать текст на бумаге. Имея в руках печатный вариант, пройдите три этапа правки. Грамматическую, смысловую и техническую. Грамматическая правка предполагает исправление всех орфографических и стилистических ошибок. Смысловая правка фокусирует внимание на логичности изложения и выявлении неясностей. На плавности в ходе изложения, на яркости примеров и иллюстраций и, при необходимости, на соответствии текстуального смысла христианскому учению. Техническая же правка означает коррекцию оформления рукописи в соответствии с общепринятыми стандартами. В том, как это делать, вам помогут следующие темы наших лекций. Закончив работу, отдайте ее преподавателю для прочтения и для замечаний. Будет прекрасно, если у вас будет возможность встретиться с руководителем и посмотреть текст вместе с ним. Если вы пишете курсовую или дипломную работу, то встречи эти будут обязательными и неоднократными. Теперь остановимся на языковых конструкциях, которые желательно использовать в своей письменной работе. Хотя в русском языке порядок слов не фиксированный, как, например, в английском, тем не менее для научной работы рекомендуется прямой порядок слов, когда подлежащее предшествует сказуемому. К тому же согласованное определение обычно предшествует определяемому существительному, а обстоятельства времени и места обычно предшествуют глаголу, сказуемому, причем часто стоят в начале предложения. Например, все это время, то есть обстоятельства времени, храм, то есть подлежащее, был, то есть сказуемое, главным иудейским символом, то есть определением. В своих исследовательских работах вы вполне можете использовать причастные и деепричастные обороты, но делать это нужно, соблюдая некоторые правила. Во-первых, помните, что действия, выраженные деепричастием, может относиться только к подлежащему, то есть неправильно будет предложение, составляя список цитат «у меня сломался компьютер». Список цитат составлял я, а не компьютер, поэтому правильно будет сказать, когда я составлял список цитат «у меня сломался компьютер». Также важно отметить, что деепричастие не используется в безличных предложениях. Неправильно сказать «собирая материал для работы, мне было трудно», но лучше сказать «собирая материал для работы, я испытывал трудности» или «мне было трудно собирать материал для работы». И еще от глаголов совершенного вида, например, «убежать», «написать», «суметь» не образуется причастие будущего времени, оканчивающиеся на щи. К примеру, неправильным будет сочетание «проповедник, сумеющий раскрыть тему». Наследует сказать «проповедник, который сумеет раскрыть тему». Также причастие не образуется от глаголов условного наклонения с частицей «бы». Неправильно будет сказать «всякий, пожелавший бы проповедовать», но лучше «всякий, кто пожелал бы проповедовать». К тому же причастный оборот не должен включать в себя определяемое слово. Например, взятое цитата из книги. Он должен находиться либо после определяемого слова, либо же перед ним. К примеру, цитата, взятое из книги. Или взятое из книги цитата. Важно также следить, чтобы текст не был слишком перегружен сложносочиненными и сложноподчиненными предложениями. Это делает конструкцию нагроможденной и запутанной. Необходимо избегать таких распространенных ошибок, как неправильное согласование частей сложносочиненных предложений и смешение прямой и косвенной речи. Поэтому при составлении предложений приветствуется простота. Рассмотрев принципы работы над черновиком, ознакомившись с возможностями коррекции текста и конструкции предложений, автор может приступать к написанию самой работы.